Так, продолжаем. Пробуем с самой яркой, но холодной подсветкой. Так, немножко тут у нас оборвалось. Те, кто видел по телевизору марафон на Афинской Олимпиаде, знают, что стартовав на марафоне, участники в какой-то момент сворачивают с главной дороги влево. Некоторое время бегут мимо ничем не примечательных руин, а потом снова возвращаются на главную дорогу. Это делается для того, чтобы восполнить недостающие километры. Но когда я впервые оказался в Греции, я ничего этого не знал. Был твердо уверен, что оселив путь из Афин до марафона, бегу ровно 42 километра 195 метров. Впрочем, прежде чем выбежать из Афин, я успел поплутать по каким-то узким улочкам. И к тому времени, как мы добрались до марафона, у 2 метра, сопровождавший меня в фургоне, насчитал 42 километра. Так что, думаю, все-таки я пробежал тогда настоящую марафонскую дистанцию. И, конечно, сейчас это уже совсем не важно. Бежал я летом. Те, кто бывал в Греции, знают, что в середине лета жара там стоит невыносимая. Местные жители предпочитают без особой надобности не выходить из дома. Днем они, по возможности, ничего не делают, экономят силы, тревлют в прохладной тени и выбираются на улицу только после заката. Так что, практически все люди, которых летом в светлое время суток вы встретите на улице, это туристы. Так во многих странах делают. Чем южнее туда смещаешься, то это вообще стандартная такая практика. Нам отсидеться, а вечером такой на закате начинается там променад в тропинках. Даже греческие собаки и те лежат в теньке неподвижно, как изваяние. Надо довольно долго и пристально вглядываться, чтобы понять, живые они или дохлые. Вот так обстоят дела у них в Греции. И бежать по такой жаре 42 километра, это заглотить и здесь в некотором роде гранича с помешательством. Когда я рассказывал знакомым грекам о своем намерении бежать в одиночку из Афины в марафон, они хором заявляли, что это безумие. Нормального, мол, человеку такое в голову не придет. Но я не особо волновался, поскольку до того, как я приехал в Грецию, даже не подозревал, что у них там творится летом. Мне нужно было пробежать 42 километра, что, прямо скажем, немало. И, как я полагал, кроме расстояния, других причин для волнения нет. И да, я даже и не задумывался о таких вещах, как температура воздуха. Однако, оказавшись в Афинах, на этой вспопыляющей жаре, я как-то засомневался. Греки правы, думал я, надо быть полным психом, чтобы решиться на такое. Но сделанного не воротишь. Я уже выпендрился, пообещал пробежать оригинальную трассу и написать об этом статью. Более того, я уже прилетел в Грецию, и теперь мне предстояло ответить за свои слова. Пути назад не было. Я отчаянно соображал, как бы избежать обезвоживания теплового удара. В конец решил, что правильнее всего будет покинуть Афина утром, затем на прибыль в марафон, прежде чем солнце достигнет зенита. То есть, 42 часа, 42 километра, сколько он, 26 часов, может быть, 5 километров в час, это 10 часов 50, ну, наверное, как-то возможно, да. Хотя я бы не успел. Потому что, чем позже я стартую, тем жарче будет бежать. В итоге получилось совсем как в рассказе «Беги, милос». Я в буквальном смысле соревновался с самим солнцем. Сноска. «Беги, милос» – рассказ японского писателя Осама Дадзай, 1909-1948 лет жизни. Настоящее имя Сюдзи Цусима. Действие происходит в Древней Греции. Милос, молодой пастух, накануне свадьбы младшей сестры, переходит из деревни в город, чтобы купить все необходимое к торжеству. Правда, любец он вступается за граждан, притесняемый городским главой, и в результате его приговаривает к смертной казни. Милос просит отложить исполнение приговора на три дня, чтобы он мог вернуться домой и выдать замуж сестру. Залог он предлагает взять под стражу своего лучшего друга, с условием, что если сам не вернется к сроку, тот будет казнен вместо него. Родской глава не верит ни единому слову, но решив, что это в удобном случае доказать всем подлость человеческой натуры, соглашается на условия. И так велос должен успеть на свое собственное качество, чтобы спасти жизнь друга. Да, это, конечно, драматично. Фотограф из журнала Масао Кагаяма должен был ехать в сопровождающем фургоне, по ходу дела снимать все мероприятие. Забег был неофициальный, на столике с водой рассчитывать не приходилось. Но фургон едет за ним. Договорились, что я буду периодически останавливаться и подходить к фургону напиться. Крическое лето – штука жестокая. Я понимал, что нужно быть очень бдительным. С перегревом, обезвоженным, шутки плохи. Да, кто-то недавно там выпил 2 литра воды и каек за раз. Хотя так, по идее, человек должен умирать, только если выпил там больше 9 литров воды. Мураками сан, сказал фотограф, с интересом наблюдая за тем, как я готовлюсь к забегу. Вы ведь не собираетесь бежать всю трассу до конца? Разумеется, собираюсь. Я же за этим сюда и приехал. Вы серьезно? Если вы пробежите пару сотен метров, этого нам вполне хватит. Делал несколько кадров и все. До финиша бежать не обязательно. Все так делают. Я смотрю, вы прям решительно настроены. Иногда я вдруг перестаю понимать, как устроен этот мир и как в нем все работает. Пол шестого утра я стартовал со стадиона, на котором потом проходили Олимпийские игры 2004 года. Взял курс на марафон. На Финах только одна главная автострада. Когда бежишь, начинаешь понимать, чем греческие дороги отличаются от других. Место гравия здесь подмешивает в асфальт мраморную крошку. Поэтому дорога блестит на солнце. Да еще и скользит, к тому же. Да, она, наверное, более застойкая, но с такими дефектами. Особенно осторожным нужно быть во время дождя. Когда сухо, кроссовки очень специфически поскрипывают. Даже через подошву ощущаешь, насколько гладко у дороги поверхность. Да, интересно. Ниже приведен сокращенный вариант статьи, который я тогда написал для журнала. Света и Тосинские дороги совершенно не предназначены для бега. Стадионы до выезда из города около 5 километров. На этом пути ужасающее количество светофоров. Из-за этого приходится бежать рывками. Припаркованные в неположенном месте машины, стройплощадки, тротуар, то и дело, оказывается заблокирован. И приходится спускаться на проезжую часть. По утрам машины здесь так гоняют, что стоит вступить на дорогу, и ты уже в смертельной опасности. Как раз, когда я выбежал на Марафонский проспект, зашло солнце, и тут же отключили все фонари. Еще немного солнца безраздельно завладеет этим городом. В автобусных остановках потихоньку появляются люди. У греков после обеда принесли отдыхать, поэтому рабочий день начинается довольно рано. Вместе жительство просто меня разглядывает. Думаю, что бегущие по утренним афинским улицам Азиат зрелище не очень-то распространенное. Да и вообще в Афинах не так уж много любителей бега тростой. Первые 12 километров все время в гору, жарко, ветра нет. В седьмом километре снимаю футболку. Я привык гореть голым по поясу, поэтому избавившись от футболки, чувствую себя гораздо лучше. А то потом долго буду мучиться от солнечных ожогов. Преодолев затянувшийся подъем, я наконец-то вырвался из города, вздыхая с облегчением. Но с другой стороны именно здесь исчезает тротуар. Теперь вместо него белая линия, которая тянется вдоль шоссе, отделяя проезжую часть от обочины. Начинается утренний час пик, машин становится все больше, автобусы и грузовики проносятся мимо на скорости на метров восемьдесят час, не меньше названия. Парафонский проспект начинался с какой-то скрытый смысл. На поверху проспекта оказался обычной автострадой. Да, если за него есть машина сопровождения, она может и рядом так ехать потихоньку и спасать его от машин, которые едут на большой скорости и рядом проносятся. Это же очень неприятно, я согласен. А, он должен бежать же на стритчем движении. Ну да, тогда не может. И тут я вижу первую дохлую собаку. Большую и коричневую. Никаких видимых повреждений у нее нет, просто лежит на боку посреди дороги. Скорее всего, бездомного пса сбил ночью какой-нибудь лихач. Из тела еще не ушло тепло. Трублю что ли? Оно не кажется мертвым. Стороны похоже, что псина просто заснула на дороге. Водители, проезжающие к нему грузовиков, не обращают на друг никакого внимания. Некоторое время спустя я натыкаюсь на раздавленного кота. Он абсолютно плоский, как расплющенный пицц. Уже совсем засох. Наверное, его сбили довольно давно. Такая вот дорога. Я спрашиваю себя, зачем тебе это нужно? Стоил лететь из Токио в прекрасную Грецию, бежать для того, чтобы подвергая себя опасности, бежать по шоссе среди трупов. Неужели нельзя было найти более достойное занятие? Это уже мозг пытается отговорить. Говорить, сдаться. В тот день на Марафонском проспекте я наткнулся в общей сложности на 14 безвременно почивших животных. Трех собак и 11 котов. С этих подсчетов у меня совершенно испортилось настроение. На 14 почивших животных, трех собак и 11 котов. Почему 11? Я думаю, что 11 котов. Я бегу и бегу. Солнечный диск спустил над землей. И с бешеной скоростью поднимается все выше и выше. Ужасно хочется пить. Спотеть не успеваешь, воздух здесь очень сухой. И пот, выделяясь, тут же испаряется. На коже остается белая соляная корочка. Знаете такое выражение «бусинки пота»? Так вот, здесь влага испаряется для того, как успевают появиться бусинки. Тело задит от соли. Да, такие условия я, по-моему, не бегу еще. Близываю губы, на языке остается привкус анчоусого соуса. Начинаю мечтать о льденом пиве, но никакого пива, разумеется, нет и не будет. Примерно через каждые 5 километров я останавливаюсь и подхожу к фургону, чтобы попить. Когда еще я не столько не пил во время забега? В целом, я чувствую себя совсем неплохо. Бегу в хорошем темпе, но при этом выкладываюсь всего лишь процентов на 70. Дорога идет то в гору, то под гору. Но так как я двигаюсь из глубины материка к морю, то спусков чуть больше, чем подъемов. Город остался позади, потом кончились пригороды. Теперь я оказался в сельской местности. Бегу по деревне Ниа Макре. Старики за столиками кафе подтягивают маленьких чашечек свой утренний кофе и, не проронив ни слова, провожают меня пристальными взглядами. Взмолвные свидетели еще одного ничем не примечательного кадра исторической хроники. В 27-м километре опять подъем. Вновь перевал. Совершенно открывается вид на марафонские холмы. Я пробежал уже примерно 2 трети трассы. Подсчитываю сплит-тайм, время, которое мне понадобилось на прохождение разных этапов дистанции. И перехожу к выводу, что вполне уложусь в 3,5 часа. Но все не так просто. На 30-м километре поднимается ветер с моря, и чем ближе я к марафону, тем сильнее он дует, царапая кожу, как наждачная бумага. Ветер царапает кожу. Надеюсь, почему. Тоже с солью, что ли? Кажется, расслабься я хоть на секунду, меня тут же собьет с ног и унесет обратно в Афину. В воздухе пахнет морем. Дорога мягко поднимается в гору. Это единственная дорога в марафон, прямая, как линейка. Тут-то я не начинаю сдавать. Сколько не пью, меня не перестает мучить жажда. Сейчас бы холодненького пивка. Не знаю, меня, конечно, тоже иногда, что я думаю, что лучше алкоголь не перерублять, но иногда это позволяю себе пока что. Возможно, в будущем я перестану этим заниматься. И когда бежишь, действительно хочется иногда холодненького пивка. И даже несколько раз после забега я пробовал. Но... Но... Не знаю. Вот когда ты пьешь холодное после забега, ну да, тебе неприятно. Только нужно не столько много выпить жидкости, чтобы не врастудиться. И не такой холодный. Ну вот, а, наверное, в умеренном нормально. Но что именно тебе становится хорошо после забега от пива, тут как бы не факт. Хотя алкоголь снимает после физических нагрузок немного, снимает усталость. Ну, про забег я не могу сказать, что это прям именно такая усталость, которая именно как раз пивом и снимается. Да, я даже проводил эксперимент, принимал пиво до забега. Но это все фигово действует, причем почти сразу. Хотя вроде алкоголь высвобождает какую-то энергию, вот. Люди начинают беситься, а у них с вами энергия поперла. Но почему-то для такой систематической физической нагрузки это почему-то плохо. То есть алкоголь не помогает бежать, а ты, наоборот, быстрее устаешь. Какие-то, видно, есть там препятствия. Так, надо перестать думать о пиве, да. Надо перестать думать о солнце. Забыть о ветре, а также о статье, которую я должен буду написать. Надо сосредоточиться на движении и постановке ног. Раз, два, раз, два. Эта проблема сейчас самая насущная. Позади 35 километров. Сюда для меня начинается террин когнита. Я еще никогда в жизни не пробегал больше 35 километров. А то же я тоже. У меня рекорд еще не километров 16. То есть я, ну, вот, обегал я садовое кольцо, обегал на 15 как раз где-то. И в таком же формате, в таком же длину пробегал, обегая вокруг кусочек Москвы по загородным трассам. Слева тянется цепь невысоких каменистых холмов. На них ни деревца, ни тропинки. Кому из многочисленных греческих богов пришло в голову сотворить нечто подобное. Справа бесконечные оливковые сады. Все покрыто слоем белой пыли. На летающий с моря ветер не стихает ни на секунду. Куда он взялся вообще, этот ветер? Почему он такой сильный? В 38-м километре я возненавидел всех и вся. Полная мерзопакость. Не хочу больше бежать. Я исчерпал весь запас энергии. Бегу и чувствую себя машиной, которая пытается ехать, хотя в баке ни капли бензина. Мне хочется пить. Я понимаю, что если сейчас остановлюсь, то вряд ли я смогу заставить себя сдвинуться с местных. Я умираю от жажды, но у меня даже нет сил, чтобы утолить ее. С этой мыслью я прихожу в бешенство. У меня начинают бесить все овцы, верно живущую травку на придорожном пустыре. Фотограф, испредь щелкающий затвором в своем фургоне. Друг затвора слишком громкий, овец слишком много. Наспускать затвор это работа фотографа, жевать траву работа овец. Какие могут быть к ним претензии? Тем не менее я в бешенстве. На коже один за другим вздуваются белые пузырьки. Солнечный ожог. Что жла чушь? Кому в конце концов нужна эта жара? Я пробежал 40 километров. Еще 2 километра осталось. Держите, слышите с фургона подбаривающий голос. Хм, сказать 2 километра, хочу ответить я. Но ничего не говорю. Говорил Антон Крутов. Последний километр. Это не первый километр. Голое солнце жарит немилосердно. Начало 10-го. Но жара просто абсурдная. Пот льет вовсю. Соль щиплет в глазами. Но какое-то время я перестаю видеть. Хочу вытереть пот рукой, но сдерживаешь. Лицо и руки тоже покрыты солью. От этого глазам будет еще больнее. Там, за высокой травой, уже видна моя цель. Марафонская стела, установленная на въезде в город. Эта штука появилась в поле зрения настолько неожиданно, что я даже не сразу понял, что цель это или не цель. Разумеется, я рад, что финиш уже близко. Однако же такая внезапность меня дико раздражает. Я выхожу на финишную прямую и делаю отчаянную попытку прибавить скорость. Но ноги меня не слушаются. Я не справляюсь с собственным телом. Такое ощущение, что кто-то прошелся по мышцам ржавым рубанкам. Финиш! Я добежал до финиша. Не испытываю ничего похожего на чувство выполненного долга. Только облегчение. Примыслия о том, что больше не надо никуда бежать. Вода из водопроводного крана на бензоколонке приятно освежает. Вмываю статерчевшую соляную корку. Руки мураками. Человек соляное поле. Я покрыт этой солью с ног до головы. Когда старик-механик понимает, в чем собственно дело, он срывает несколько цветков с растений в горшке и переподносит мне букет со словами «Молодец!» «Поздравляю!» Подобные жесты со стороны местного населения неизменно трогают меня до глубины души. Марафон маленькая, тихая и дружелюбная деревня. Трудно представить себе, что несколько тысяч лет назад здесь произошло кровопролитное сражение, принесшее грекам победу в войне с персами. Я сижу в деревенской кафешке, пью холодный амстелл. Очень вкусно, но должен сказать, что ни амстелл и никакое другое пиво не сравнится с тем, о котором я мечтал во время бега. Все эти мечты и глюки. В мире вообще не может быть ничего прекраснее фантазии, посещающей голову безумевших людей. Продолжение следует...